Решение, это резолюция, точнее, Синета, она очень важна в процессе установления мира в регионе, в процессе позиционирования Франции в условиях новых реалий в регионе, которые складываются по ходу войны России против Украины, и в этой резолюции, которую я должен тут подчеркнуть, не имеет юридически обязывающей силы, а носит рекомендательный характер, и адресован исполнительной власти правительству и президенту страны, но тем не менее отражает практически консенсус всего французского общества по тем тезисам, которые изложены в этой резолюции. В этой резолюции изложено то, что Азербайджан является агрессивным авторитарным государством, Армения является демократией и подвергается нападению со стороны Азербайджана. Второе, то что рекомендуется вводить санкции против режима Алиев. Отдельные депутаты предлагали еще и чтобы активы сформированные в результате коррупции и грабежа собственного народа были бы заморожены. Мы, кстати, представители азербайджанской эмиграции, которые живут во Франции, одобрили эту резолюцию, более того, и предложили свою помощь в том, чтобы указать адреса этих активов. Это тоже есть. Ну смотри, чем это обусловлено. Это обусловлено еще и тем, что Франция является страной-сопредседателем минской группы ОБСЕ, которая де юре существует, но де факто она больше не работоспособна. И виной этому две вещи – это политика России и многолетнее попустительство Запада этой политики России. Это из-за этого попустительства, особенно когда сопредседателем был такой человек, как Мэтью Брайзи, Получилось так, что минская группа стала крышей, точнее дымовой завесой, чтобы Россия проводила свою поганую политику в регионе. Фактически посредством именно таких лоббистов Америка передавала в аутсорсинг весь переговорный процесс России. Ну и в результате мы получили то, что мы получили. И сейчас Америке приходится делать все заново. Ты понимаешь, касательно Франции. А политика России – это ясно, никакого мира. Российский посол в Ереване – это персона в состоянии алкогольного распада личности. Предлагает, чтобы Карабахский вопрос вообще был решен следующими поколениями. А это в переводе с дипломатического русского на простой русский означает, что до следующих поколений мы вот в этом виде будем оставаться здесь. А российское присутствие в регионе обеспечивается за счет перманентного правопускания от Армении. И они будут вековыми друзьями Армении, до последнего Армении на Кавказе. Это так. И они этого не скрывают. Кстати, такое наблюдение. Понятно, что нашим соседям эта резолюция не понравилась. Там и МИД выступил, насколько мне известно, из открытой печати отдельные лица. Это все понятно, это все естественно. Но непонятно, вот, резкое неприязненное отношение со стороны Москвы. Просто враждебное отношение к этому всему. Вот что, ну, уже и не удивляет, а просто так обращает внимание и просто подтверждает ту мысль, что мы имеем дело просто, ну, как сказать, с таким вот злокачественным новообразованием на глобусе. В лице России и ее региональной полиции. Теперь, Франция, будучи одним из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, за дисфункциональностью вот этого института тройки-сопредседателей, она, при наличии вот такого вот общественно-политического консенсуса по всему спектру политического поля, ну, скажем так, входит в более естественное для себя состояние. Понятно, что в настоящий момент переговоры ведутся именно под эгидой Соединенных Штатов, а Европейский Союз стал оператором этих переговоров. Ну, и, конечно, Франция играет за свою роль. Франция, то есть, актор в регионе, но уже не посредник, актор, который способствует посредническим усилиям Европейского Союза, вот как это было в Праге, когда после встречи с Шарлем Мишелем, это был конец августа, 13-го числа мы получили нападение уже на суверенную территорию Армении со стороны Азербайджана. И европейское посредничество, это были выстрелы по европейскому посредничеству. И Франция просто взялась спасать этот процесс, потому что в таком случае бенефициарам осталось бы только Россия. То есть, Франция, скажем так, пересматривает свою роль в регионе. Это очень важная страна, это единственная ядерная страна в Европейском Союзе. Единственная страна в Европейском Союзе, имеющая свой авианосец, то есть имеющая определенный трансляционный потенциал для военной силы. Это во многом заслуга Франции, что европейские наблюдатели прибыли в Армению и стали в определенной мере сдерживающим фактором, сдерживающим от новых возможных провокаций со стороны режима Алиева. Ну и, я думаю, роль Франции будет более, скажем так, естественной и более четкой, чем было до сих пор. Кстати, если не ошибаюсь, впереди предстоит обсуждение аналогичного содержания резолюции уже в Нижней Палате французского парламента в Национальном собрании. И, я думаю, что картина голосования будет практически той же. То есть от крайне правых до крайне левых по всему спектру там есть уже консенсус. Вот, если в общих чертах, как это все выглядит. Продолжение следует...